Добрый день! Гости моего канала и подписчики. Я вам хочу сегодня сделать маленькое короткое видео, если оно таким получится. У меня были вопросы, несколько человек у меня спрашивали за травы, которые можно сейчас найти и как их использовать. Поэтому я вышла и собрала травы и расскажу вам сейчас, хотя бы вкратце и покажу на видео. Если вам нужна дополнительная информация, вы можете найти ее в интернете. Просто задайте то или иное растение и оно вам выйдет. Я попробую скомканно вам объяснить, что, зачем, что сейчас растет и как это употребляется. Все самые первые травы, что нам Бог дал, они все чистят кровь. Это самое первое, на главном месте. Чистят кровь после зимы. Потому что тело зимой устает очень. Во-первых, вот этот холод, сужение сосудов, кровь становится густая. Усталость, депрессия, потому что мало солнца, стресс. И пища, конечно, такая жирная, много праздников. Зависит, конечно, кто как питается, но есть люди, которые не придерживаются, скажем так. Но кушают плотно. И второе, я хотела подчеркнуть, те люди, которые страдают теми или иными сердечными заболеваниями, принимают таблетки, которые разжижают кровь. Прошу вас, я не врач, я просто травница и рассказываю про травы. То есть, вам нужна консультация с врачом. Это относится к тем людям, которые, как подчеркиваю, сердечные заболевания, и те люди, которые примерно расположены к аллергии. Вы должны знать, при чем что-то пить. Надо маленький глоточек сделать, посмотреть, как это подействует. Но, в принципе, все аллергики, аллергики, они знают о своей проблеме. Некоторые слова, мне трудно порой найти слов, потому что я каждый день разговариваю на русском, на болгарском и на немецком языке. На трех языках. Поэтому я стараюсь на русском более-менее доступно вам все объяснить. Но бывают у меня такие паузы, чтобы просто, правда, вытянуть там из головы то или иное слово. Итак, сейчас начнем. Вот выглядит это корень лопуха. Вот так он. С одной стороны он гладкий, а с другой стороны он мохнатый. Корень лопуха. У всех, предполагаю, есть миксеры. Его можно примерно в миксере или в пассаторе, я имею в виду, нарезать. Добавить воды, немножко, там полстакана воды, скажем, 100 миллилитров. И хорошо ее пропассировать. Взять марлечку, отсыдить. Получится сок лопуха, разведенный с водой. Очень горький, сразу говорю, вкус очень горький. Можно добавить мед и просто выпить залпом. Примерно разделить на две части и выпить залпом. Если вы каждый день будете пить сок лопуха, это единственное средство сейчас, очень сильно, которое мощную чистку делает организм. Но и в том же, с другой стороны, легкую. Он содержит неимоверное количество микро- и макроэлементов. Это раз. Во-вторых, витамин С присутствует в каждом растении сейчас. Это два. В-третьем, он сок лопуха. Лечит все кожные заболевания. Кожных заболеваний само по-принципе нет. Это эндокринные системы, которые выбрасывают яды через кожу. Поэтому у многих людей образуются экземы, псориазы и так далее. Потому что это все эндокринная система. И все эти яды, токсины выходят именно так через кожу. Прыщами, угрями. Кстати, сок лопуха с водой очень хорошо укрепляет корни волос. А также у пабертетском, пабертетатском возрасте. Особенно у девочек. Ну, какая разница у девочек, у мальчиков. Протирать кожу лица, он хорошо излечивает фурункулы. И так, если даже фурункулы есть, чири, раны какие-то. Вот прям вот возьмите, хорошо его даже вот так вот потереть. Или даже молотком отбить и приложить к тому месту. Потом на ночь. Оно высасывает гной, высасывает воспаление. Конечно, с одного раза надо еще учитывать, какое воспаление. С одного раза может не получится, может понадобиться раза два-три. Потом, если у вас болят колени, артриты. Прикладывайте, собирайте корни лопуха и прикладывайте коленям. Компрессы делайте. Оно очень хорошо снимает воспаление. Из лопуха. Если вы его вымочите в солевой воде, тогда как баклажаны примерно. Просто в воде растворяете соль, ложите листики на 20 минут. Соль вытягивает горечь. Поэтому корни лопуха добавляются в борщи, в супы, в тушеные овощи. Это бесценный минерал, можно его назвать. Так, поехали дальше. Вот это первоцвет. Вот первоцветы. Вот такие вот они. Цветы сейчас растут. Это я вчера собирала, они подвяхли. Я вчера хотела сделать ролик, но у меня получилась какая-то такая ситуация. У меня не было времени. Вот они растут из одного, как это называется, из одного кустика по 4-3 цветка. Это сейчас они вот так вот упали, подвяхли. А так они прямые, они стоят прямо. И у них вот такие вот листики. Тоже они мохнатенькие. Очень приятные на ощупь. И вот эти листики, они очень нежные. Их можно вот и цветы, и листики можно кушать просто так. Я их кушаю, вот цветы, просто так. Они сладковатые даже на вкус. Добавляются в салаты, добавляются в супы, куда хотите, что хотите с ними делайте. Это бесценный первоцвет очищает лёгочную систему. Лёгкие бронхи, где застоялась зимой слизь, потому что от холода сужаются бронхи. Всегда происходит стеноз, сужение в бронхах. Срапляется много слизи. Вот это самое то, что разжижает и выводит слизь из лёгких. Также, если вы хотите лечиться примерно когда бронхиты, тем более сейчас этот вирус ходит или он не ходит, это не имеет значения. Во всяком случае, весной всегда появляются те или иные вирусы. Это обычное дело. Первоцвет заваривается вот так вот, если возьмёте 3 веточки, этого хватит на одну чайную кружку. То есть 200 мл кипятка заливаете. Настаивается 20 минут. Процеживайте, добавляйте мёд, если хотите, если хотите без мёда. И пейте каждый день по 3-4 хорошие кружки. Детям можно до одной кружки. Если ребёнку 5-4 года, ему можно одну кружку разделить на две части и выпивать. У детей особые случаи. Они ещё маленькие, там, конечно, дозировка. Нужно смотреть уже, какие проблемы и что и чего. Но никогда не навредит здоровому ребёнку просто укрепить иммунитет. Ещё первоцвет восстанавливает обмен веществ. Он регулирует метаболизм в кишечнике, регулирует. То есть тоже чистит кровь. Вот это вот подвяхшее от вчерашнего дня – это полынь. Полынь содержит такую горечь, которая, как сказать, будет печень. Заставляет её дышать. Она гонит желчь. Желчные протоки расширяются. Желчь начинает пробиваться в печень. Печень начинает дышать. Потому что желчь – очень важная течность в организме, которая расщепляет жиры. Поэтому даже у людей, которых удаляют желчный пузырь, у них потом проблема с этим. Потому что им жирную пищу уже нежелательно есть, потому что нечем расщеплять жиры. Печень молодит организм. Она противоглистная. По-другому трава ещё называется чернобыльник. А чернобыльник лечит перекарт сердца. Перекарт сердца – это один мускул. Сердце у нас – это мускул. Как сказать, насос. И чернобыльник лечит сердце, восстанавливает просто эту мышцу. Поэтому я и говорю, здесь один месяц желательно попить травы, просто чтобы почистить кровь, приготовиться к лету. Но если вы хотите лечиться, тогда нужно травы использовать уже 3-4 месяца каждый день. И потом делать паузу и дальше. Опять же, зависит от заболевания, зависит от побочных заболеваний, от симптомов и так далее. От режима дня, от режима работы, от многих факторов. Я сейчас ставлю ударение на то, чтобы приготовиться к лету, почиститься после зимы, разбудить организм, разбудить все соки. Итак, это у нас листья дуванчика. Я надеюсь, дуванчик вы знаете. Бесценные растения, которые также чистят кровь, чистят холестериновые бляшки, выводят лишний жир, будет печень, гонит желчные, освобождает желчные протоки, влияет благотворно на кишечник, на лимфатическую систему. Обязательно старайтесь добавлять в чай, особенно те люди, которые постятся или худеют на диетах. Не пожалеете, просто по две кружки в день, 200 миллилитров, а также кипятка заливаем. Вот столько вот уже достаточно. Тут 5-6 листиков. 20 минут настояли, процедили, выпили. И пошел метаболизм работать, пошло тело работать. Для салатов используется как сок лопуха. То есть в воде с солью, если вы его подержите 20 минут, горечь это выходит, и вы спокойно можете добавлять салаты, добавлять супы. Бесценные растения. Корень одуванчика – это противораковое средство. Сейчас выкапывают корни. Сейчас то самое время, когда и корни заготавливаются. Так, потом. В комбинации с листом лопуха – это вообще очень сильный напиток получится. Дальше проходим. Вот это вот можете найти сейчас подорожник узкий, усколистный. Усколистный подорожник чистит кровь. Это раз. Во-вторых, опять же, он действует как первоцвет на легочную систему и на бронхи. Делаются из него сиропы, настойки, чаи, микстуры. Вы даже, если детям покупаете, делают даже сироп от кашля для детей из подорожника. Но эта фабрика, а так в чистом виде, конечно, сорвать где-нибудь и сделать чай, пропить целый месяц, он вам почистит хорошо бронхи и лёгкие, правда. Добавляются в салаты, в супы. Абсолютно не меняется вкус. Просто нарезать очень мелко и добавляются в супы. Вот это вот его семена. Вот такие они сейчас чёрные. Если вы будете к женщинам относиться, ну и, может, и мужчинам по 10 вот таких вот семян в день съедать, у вас даже мясо не надо есть, потому что он очень есть белковые жиры. Жиры, значит, просто не очень богат жирами. То есть те жиры можно мясо не кушать, если есть люди, которые не кушают мясо. Можете кушать вот эти семена. И ещё, если он убивает аппетит, он разбугает в желудке. Здесь очень много микро- и макроэлементов, витаминов. Он разбухает в желудке, даёт чувство голода, проходит. Поэтому люди, которые хотят похудеть, это бесценное просто растение. Следующая травка у нас... Сейчас её оставим. Вот это называется глухая крапива. Она есть фиолетовые цветочки и белые. Есть вот крапива обычная, которая жгучая. А вот эта вот крапива глухая, называют. То есть она не жалится. Она используется, опять же, для чистки крови и для обмена веществ, для метаболизма. Прекрасное средство можно добавлять в чай. Так же делаются в супы, в пирожки и начинки делаются. Можно тушить с картошкой, можно с яичницей приготовить. Просто фантазию без конца. Здесь у нас, у меня, то есть вот это вот листики орегано или душица. Душица очень хорошо чистит кишечник, восстанавливает метаболизм и лечит душу. Вот эти все депрессионные состояния, душица их, как сказать, убирает. Потому что в душице содержится селен, тот самый витамин, который необходим, микроэлемент. То есть он необходим просто для нашего, это жизнь, это молодость, это рост. Это процесс повышается, обмена клеток. Он очень важен, селен, для мембраны клеток. Когда мембрана клетки здоровая, тогда и клетки быстрее меняются. То есть, ну да, меняются, обмен клеток. Это и есть метаболизм. Вот это листики шалфея. Очень хорошо пахнет, такой от него аромат исходит. Это дикий полевой шалфей. Кушается просто так. Шалфей используется для простаты, для мочево-половой системы, то есть почки, мочевой пузырь. И для, скажите, для бронхов и легких. Выводит лишнюю слизь, омолаживает, укрепляет, успокаивает и возрождает, просто возрождает. Неимоверный запах. Если вы так листочки потрете, понюхайте. Я не могу передать этот аромат. Вот эта вот травка, она подвяла. Я даже не знаю, показывать или не показывать. Она не... Вот такие вот листики. Это чистотел. Вы когда его сорвете, вот тут он сейчас почернел, это со вчерашнего растения, со вчерашнего дня, выделяется желтый такой сок. Это чистотел. Противораковое, противомикробное. Очень сильное растение. Его нужно использовать очень аккуратно, если вы будете пить чай. В супы он не добавляется, он не добавляется в еду, но тинктуры из него делать, настойки, крем можно сделать. Он хорошо лечит кожу. Все кожные прыщи, заболевания, всякие такие вот нехорошие дела, короче. Сок чистотела, если вы на бородавке будете носить каждый божий день, у вас бородавки начнут, начнут ссыхаться, вот эти папилломы, кандиномы, всякие висячие вот эти вот бородавки, они начинают ссыхаться, он их сушит. И в конце концов она отвалится. Просто надо иметь терпение и дисциплинарно наносить этот сок каждый день. Потом женщинам хорошо спринцеваться отваром чистотела, у кого белые или там простуды частые, какие-то, скажем так, эрозии шейки матки, воспаление яичников страдают, или циститы. Очень хорошо спринцеваться чистотелом. Снимают женские воспаления. Лечит слизистую оболочку. Матки. Что у нас еще? Вот я щавель нашла примерно. Не ожидала, но я нашла щавель. Завтра сварю щавельный и крапивный суп, то есть борщ. Обыкновенный щавель, который можно найти на полях. Растет. Не буду уже говорить, что много витамина С содержит, кислоты и так далее. Вот это крапива. Двудомная называется. Крапива очень жгучая. Если крапиву будете собирать без рукавиц, она очень жгет. Но без рукавиц можно за стебель брать, она не кусается. Кусаются листья. Крапива вообще кладезь витамина С, микро- и макроэлементов и в основном железа. Железо играет важную роль в постройке эритроцитов в крови. То есть кровь обновляется. Единственное, что крапива содержит, очень много калия. И многие люди покупают чаи и пьют крапиву. Это нельзя. Это опасно. Крапива не такая безобидная по своему принципу. Потому что калий как мешает сердцу, сердечной мышце, так если недостаток калия, это тоже плохо для сердечной мышцы. Поэтому нужно разумно пить чай. Примерно одну кружку в день. Этого достаточно 200 мл. И сок крапивы можно пить. Точно так же, как с лопухом. Примерно в пассаторе с водой. И потом выпивать. Добавляются в супы, в борщи. Делают пирожки. Просто кладезь. Потом женщины, у которых выпадают волосы. Лицо какое-то такое серое выглядит. Делаете отвар крапивы густой. И брызгиваете пульвизатором. Брызгаете в корни волос каждый день. Втираете. И волосы у вас посмотрят через 2 недели. Они просто восстановят структуру волос. Так, вот это вот растение еще. Как же он назывался-то на русском? Подмарменник. Подмарменник или подмарменник. Короче, он растет с крапивой. В основном, вот он лепится к рукам. Вы знаете эту траву? Она лепится к рукам. Очень такая шершавая и неприятная. Клейкая. Растет она всегда с крапивой. Вот Бог дал вот эти вот 2 растения вместе. Он и крапива растут вместе. Одна чистит кровь. Царица чистки крови крапива. А эта царица для лимфатической системы. Это единственное растение, которое чистит лимфатическую систему. Вы знаете, что лимфная система выводит токсины через все отверстия нашего тела. То есть, если вы потеете, если у вас сопли текут, если вы в туалет сходили и так далее. Слюна, это везде содержатся токсины от лимфатической системы. То есть, шлаки. Здесь подсохло немножко, но это вот лесная фиалка. Она уже плохо видна. Лесная фиалка – это тоже легочное растение. И успокаивает человека. То есть, депрессивные состояния, она их убирает. Итак, вот из всех этих трав вы можете сделать одну комбинацию. Взять немного лопуха. Взять немного, пару листиков подорожника. Взять пару цветочков первоцвета. Добавить крапиву. Добавить душицу. Одуванчик. У вас просто получится один замечательный чай. И по одной кружке в день вы просто за один месяц вы омолодитесь, укрепитесь. Поможете своему организму восстановиться после зимней спячки. Так что, если есть вопросы, пишите, пожалуйста, в комментариях. Я постараюсь ответить. Сейчас я рассказала и дала информацию вкратце. Но если вас интересует больше какие-то вопросы, пишите, задавайте вопросы. И по мере этого я отвечу. Хорошо. До новых встреч. И не болейте. Берегите своих близких, знакомых. Всем замечательного яркого солнца. И удачи. Пока.